Добрый вечер, дорогие друзья! Пришло время узнать, кому достанется шестое место в суперфинале пятого сезона. Давайте знакомиться с нашими новыми игроками. Самый веселый покерный стример Михаил Минтон. Заслуженная артистка Российской Федерации Анжелика Варум. Участник группы The Jigits Равиль Исаков. Певица, автор песен и композитор Эльвира Т. Победитель отбора на участие в вечернем покере Дмитрий Белевич. Рэп-исполнитель СТ. Вы готовы? Тогда мы начинаем наше шоу. Вечерний покер Дамы и господа, рад приветствовать вас на вечернем покере. Сегодня мы играем в самую распространенную разновидность покера Texas Hold'em. Стартовый стэк у нас 100 тысяч, уровни по 20 минут. Каждые три уровня у нас будет перерыв. И у нас все готово. И по традиции шаффлапендел. Удачи всем. Спасибо. Всем удачи. 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 Самое низкое мне пожелание на прокуратуре все равно как... Ну, мы-то все с вами совершенно искренне желаем удачи участникам. И вдвойне приятно видеть много знакомых лиц. Тиктокер сам. Это безработный получается? Ну да. Инфлюенсер. Почти. Флешк. Малый-большой? Да. Это 500 тысяч? 200 тысяч. Ого. О, 200 тысяч. 200 тысяч. Надо размяться сначала. 500 тысяч. Домой поедем. Почему поедем? Даже победителю придется. Ее же не оставят. А, не входит? Ночевка. Ну, из Михона тиктокер, как из меня, амашист. Сейчас. Даже интересно посмотреть. Пульс хороший сразу. Пульс после. Но в целом ролики у него немало просмотров собирают. Сейчас играю в офлайн. А, ну а тогда надо проверить на тишину. Я, правда, ни разу не смотрел. Не смотреть. Только нарезки. Вижу везде. Инсту. Кол. 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 Чек. Чек. Фу. Первая волнительная. Да? Мне кажется, первая такая домашняя. Ну, пульс у Михаила всего 52. Единственное, что, наверное, волнение есть, раз не стал изолировать с валет 10, а просто лимпом зашел. Сразу любопытно. Старшая пара у СТ и Гатшот. Две пары у Дмитрия. Чек. Чек. Точно домашняя. Вот он, да? Опа. Нашелся сразу. Нашелся сразу неприятный человек у нас, да, в компании? Да. Домашняя обстановка. Домашняя обстановка поплыла у нас тут же. Спасибо. Все закончилось. Спасибо. Странно, что Михаил выбросил. О, что? О, ну все, угрозы пошли. Недорого, можешь был собрать на свой стрит. Комментировать можно? Конечно. Нужно. Нужно, да? Что ты скинула? Стрит? А нельзя говорить. Нельзя. Да, потому что мало ли это. Нельзя. Нет, я бы и та скинула. Такое у нас, да, покер? Тут стрит. А, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давайте еще тысячи. Если крестью у тебя. Я даже готов Эльвире уступить место. На капитанской мостике сегодня одна. Она без своей второй половины. Может, наверное, быть чуть более раскованной. Хотя мы видим, что настроена она очень серьезно. И дисциплинированный пас сразу сделан на флопе. У меня было совпадение. Четыре? Весь четыре. Хорошо. Ничего он не слышит про френдли-покер вообще, да? Какой? Про френдли-покер он ничего не слышал, конечно. Я доставлю. Ой, хорошо, как интересно. Поиграли, понятно. Сейчас четыром остаемся. Часто. Надеюсь, у кого-то две крести. То есть двое уйдут сейчас? Так выглядит банковый. Как-то для первого уровня. Вообще, что-то начало... Не, ну, дойдет. Вести, тогда стрит. Анжелике, конечно, надо было на флопе выбрасывать. А теперь уже двусторонка есть. Чек-чек-чек всю дорогу показывает. Такого старшего, тут уже четыре навалили. Единственная проблема в нашей двусторонке, что покупаем восьмерку. Четыре еще, да? О, все, у меня какой-то пульс, классный. Значит, не подняли брова. А что-то все, все-таки, мне кажется, никто не будет. Ну, покупаем восьмерку, и у нас все равно Нижний стрит. В целом, знаете, что легко, когда Яна раздает, ты можешь называть именно ту карту, которая в прямом смысле все меняет, а не так, как рассказывает Илья Городецкий. И Яна его спальшот для вероятности достанет. Ну что, в итоге Анжелика собирает стрит, и Саша собирает стрит, и... Пульс хороший. Да думал я. Меня просто фигачит. Блин, фигачит у меня. И в целом здесь уже... У нас нет добора, и не факт, что мы выиграли с Нижним стритом. Я думаю, все прочекают. О, даже сейчас я чувствую... Я сейчас через майку чувствую, что у меня... Ах ты, все чекают. Ну, ты чекнул? Да. Да, елки-пасы. Я так на тебя рассчитывал, у меня стрит. И у меня стрит. Так, стрит. Мое почтение. Да. У меня 10 валет были разные. К королю, да? У меня стрит был мощный. Ну, чего? Да, поехал, чего? Шесть минут. Какой? Я пятерку тоже выкинул. О, ничего себе. Ну, я чувствовал, что Яну восьмерку только последний достанет. Я сразу дойду. Ну, по пульсу... Просто разделили. Меня можно вычислять. Меня вообще легко. Дрова горишь? Такой ты человек. Ну, все, теперь до этого сидим до финала. Я не очень дровосек. Я 400. Примеры 200. Ну, давай, пульс падает. Да падай не в ту сторону. Я гордо могу рассказывать, что играл задним столом со стэй, также сидел от него по правую руку, как Дмитрий. Было бы смешно, если бы я сейчас был в кепке, в очках, а пусть все равно. А, нет, вру, по левую. Еще раз по левую сельский посмотрю. Но общаться приятно с Александром. Ого, как все перепугает. По игре в целом тоже. Обычно довольно-таки честно играет стэ, но посмотрим. Много воды утекло. Покер иногда практикуется. Так что, может быть, что-то поменялось. Сильвира залипила блайнд в блайнд. 400, да? Вторая пара с неплохим кикером. Еще есть бубна. Ставит и побеждает. Что ж такое? Ты лидер по пульсу и по стэку. Ракета. Зеленый смайль. О, не видел еще. Зеленый смайль. Звоните врачам, по-моему. Не в игре, да? Нет. Нет. Ладно, мне на большую задачу поставить рекорд по пульсу. Что-то даст. С 50-ти ты поднялся, конечно. Да, да. Что-то вы что. Желтненькое. Что-то вообще, что ты делаешь? Что ты думаешь? Оранжевый уровень. Оранжевый уровень просто. Тебе тоже дадут карту. Там погрешно. Дадут? Да, все-таки дадут. Не маленькое. Я думаю, это вряд ли. Что ты переживаешь. Что мне больше карты не дают. Так, пара троечек. Мы амашисты. Пойдем собирать нац. Тысяча. Ну, но все-таки через рейс Михаил начал. Но это более стандартно. Просто валят 10, он оверлимпов заводил. Пас. Что это? То же самое. То же, что и было раньше. Да. Пас. Я просто на двух королях не играю сегодня. Опасно. Плохая примета, когда кто-то на тысячу заходит с двумя королями. Калирует. Пас. Пас. Раил, а ты чем занимаешься? Я музыкант, вокалист. Я работаю с студио. Да, по Иголис Аркибайде. О, круто. Хорошо искину. У нас, кстати, песня «Прощайзм». 1200. Вашего супруга. Да, да, да. Она очень хорошо зашла. Пас. Ой-ой-ой. О, вставляйте, какая-то бомба. Да, согласна, обидно. Ой-ой-ой. Сет — это когда две на руках, одна, да. Трипс. 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 Нет, у меня цельянный. Видишь, что у тебя комбинация есть? Я учил просто вчера вечером. Еще раз, сет Трипс — это раз? Это одно и то же, просто разное. Если у тебя на руках две... А там одна — это сет. А вы делали как... Трипс — это изучали. Продюсировали это? А, офигеть. Ну, по силе это совсем разная история. Вместе с Байгалей мы делали наша группа. У нас группа из трех участников. Мы вот вместе на... У нас как раз сильный моллайн получился. Ух ты ж. Пока что еще играем. Это страдал блок. На юбилейном концерте. Да. Четыре с у меня есть. Участвовали. Хорошо. Пол. Пас. Так, видимо, хотел забрать у меня стек, что прочекал, и у тебя пульс пошел просто в космос. Не, видишь, я когда почему-то иду, у меня пульс падает. А когда я без карты, я такой... Так, сейчас надо разобраться. Я хочу сделать рейс. Замерзнете. Да, нельзя. 200. Сейчас, секундочку, извините. Плед. Это пледик. Ну, давайте... А есть еще? Хотите, пожалуйста. Давайте сделаем... Да сейчас не надо, я думаю. Вот именно конечности. То есть тут не холодно. Вот так. 500 и колл получается. Ну, рейс 500. Ну, пока, ваше. Правильно? Спасибо. Вы просто озвучиваете полную сумму, сколько вы хотите поставить. Часто поставили 900. Рейс 900. Вы всегда просто... Так, ну, у нас разговоры о музыке, об одежде. Суть бывает прохладно. Они всегда так в казино говорят, мы поможем, а потом, если не выходишь... Ну, помогли. Ну, они говорят, кому мы поможем. Да, да. Равиль решает изолировать Лимп СТ. Зачем? Ух, здорово. Хороший, да. Минтон, ну, вроде немного защитил тоже большой блайнд с валет-2 разными. Видимо, с каким-то планом. Чех. Ух ты, какая красота-то. Вряд ли у вас на 8-9, конечно. А если 4 одинаковые, то сильно? Нет. Это скидывать надо. 400. 400. Выглядит не очень сильно. Ну, заманить. 2000. Я заманила. О, вот он. У Михаила был план. Он его придерживается, как говорят классики. Но, Миша исходит из того, что у него на большом блайнде больше всего восьмерок и девяток. Вряд ли Равиль, которого он расценит как любителя, будет играть рейс с какие-нибудь там дамы 9, король 9. Видите, а Миша со всеми те руками, что Блади доставляет, равно как и с 8 их сами. Уже я поняла. У меня там такие типы. Обманул, перехитрил. Минтон, хулиган. Конечно. Конечно. Опять. Две пары с корольком. Стример года по куче разных версий. Самый харизматичный покерист, казавшийся ужасно скромным и застенчивым в свой предыдущий приход на вечерний покер. Будет ли что-то меняться сейчас? Будешь ли более активным, таким же, как на своих стримах? Что за подстава? Я до сих пор вспоминаю эти выпуски. Я там старался, как только мог. Там у меня просто активные тоже ребята были. Якут. Там не так-то просто на его фоне, знаешь, хотя бы топ-2 быть. Так что, вообще-то я планирую отдохнуть в этот раз, а ты сразу планочку задрал. Так что, ну не знаю, буду стараться. Нет, я требую, чтобы по песням и шуткам ты чиповал за этим столом. Про песню вчера спрашивали. Буду, не буду. Но, не знаю, мне как-то, кажется, странновато будет выглядеть, если я вдруг начну петь. Ну попробую, ладно, попробую. А какие-то подстройки по сравнению с прошлой игрой? Вот это вот понимание, как играть не просто с любителями, а с теми любителями, которые понимают, что их покажут практически по телевизору. Да, конечно, работа, не буду сказать, что была произведена какая-то бешеная. Будем разбираться сразу, так сказать, в бою. Надеюсь, справлюсь и что-нибудь придумаем по ходу. Если говорить о твоих покерных достижениях, то вот с предыдущего визита, что бы ты отметил своими главными успехами? Кстати, да, у меня есть чем похвастаться. Тогда весьма скромные призовые я смог написать. Там кто-то приходит, миллиард выиграл. 14 миллиардов я там в 1020 написал. У меня есть победа шестизнак, то есть 124 тысячи выиграл. Так что теперь уже более-менее серьезный такой регулярчик. Ну и на сегодняшний вечерний покер дольки удалось продать кому-нибудь? Да я от себя решил скатать кого-то по банкролу. Ну вот так поднялся человек, да. Причем на тот турнир где 124 тысячи занес, Миша доли продавал в клиенте. А здесь можно кубок попилить. Видите, Маша Лаврентьева уже ушла из программ после того, как над ней Миша поиздевался. И на своих стримах, и у нас в эфире. Илья пока терпит. Единственное, я думаю, вряд ли в топ-4 по уровню вокала здесь Михаил войдет. Впрочем, я думаю, такая проблема у него будет в любом составе. О, ничего себе. Френдли покер, да? Что не наесть. Да, понеслась. И вот... Че-че. Че-че. Че. Сейчас посмотрим. Да, будет, надо. Илья, я фулс запускаю, слежу за твоим. За моим смой, так, оп. Че-че-че-че-че-че-че-че-че. Френдли покер. Вот это да. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Это уже заявка. Ну давай, давай, ты ж хочешь? повысить ставку. Чек. Тысяча. Интересно. Почти полбанка ставит СТ. У него король бубновый, а на доске три бубны. Ты только у нас, может быть, нацовый флэш? Да, конечно, там еще, возможно, два-три бубновые стрит-флэши. Ну, тысяча. Когда у вас король бубей? Пас. Пас. Анжелика не верит. Ну, или, может быть, надеется собрать стрит. Только хочу просто на твой пульс посмотреть. Я думал, сейчас будет велеть. Дмитрий не стал переставлять. Так, ривер полный бланк. Ну, нужно чекать и ловить блефы, и проигрывать меньше флэшам старше и фулл хаус. Да, там суточки. На этом большом бурне. Ну, да, здесь как-то же нет. Нет, как опытный бизнесмен, Дмитрий решает сразу получить дивиденды. Тебя штормит, конечно. Полторы. Тысяча пятьсот. Сдается СТ, он не стал раздать блеф. Кто там банк? Для блефа это хорошо. Для блефа это хорошо. Ну, и вот Дмитрий оставляет первую раздачу за собой. Близкий друг Элитрифонова, кстати. Дим, достаточно успешный бизнесмен, хороший стратег, но, так сказать, твои навыки в покере, они, наверное, может быть, были не совсем достаточны, чтобы выиграть Сателлит, но тебе это удалось сделать. Как? Чудом. Чудом удалось сделать. После работы я решил сыграть Сателлит. Предложили друзья из нашего покерного сообщества. Ну, я думаю, дай сыграю. Ну, несколько раз мне хорошенько повезло, и я добрался до финалки чип-лидером, и, собственно говоря, там уже уверенно разобрался с соперниками. Ну, и там тоже не обослось безудачных доездов на ривере, которые, собственно говоря, и решили исход поездки сюда. Ну, я знаю, что и друзья болели и поддерживали тебя как раз на финалке. Была ответственность перед ними, в том числе, раз они не спят, смотрят, как ты играешь? Огромная ответственность, потому что смотрели, можно сказать, два таких очень хороших игрока, поэтому надо было не ударить в грязь лицом, и очень хотелось поехать в Москву, потому что я не был здесь полгода, поэтому все сложилось очень хорошо, к счастью. Вечерний покер смотрел ли, знаешь ли, особенности игры за телевизионным столом, когда люди понимают, что их карты и действия будет комментировать Михаил Семин? Смотрел специально перед поездкой, посмотрел три выпуска, честно, один с тобой посмотрел, и два там еще последних выпуска. Очень понравилось, посмотрел, какая обстановка, посмотрел, как себя ведут люди в такой игре в 6 макс, и надеюсь, что справлюсь с давлением моральным и камер. Ты здесь за победой или за... За победой, конечно. Удачи. Ставьте лайк, пожалуйста. Ну, начало неплохое. Всегда приятно в первые минуты оставить банк за собой и провести операцию по сбору фишек. У нас как раз в прошлом составе Кирилл Круглов давал мастер-класс о том, как этот процесс сделать максимально приятным, комфортным и при желании быстрым. Ну, я думаю, что со сбором фишек справится любой. Это, конечно, очень приятное мгновение, когда ты загребаешь, разбираешь, расставляешь, и чем больше у тебя работы в данной области, тем приятнее. Хотел так сделать. Запас. 1500, так 1500. Так, любопытный банк намечается, Анжелика сыграла просто через Слимп. Так, так, так. Смотрим, что там. Но, похоже, она не собирается ограничиться колом. Не торопится, по крайней мере. Это же неспроста. 3-400. Все чудесно. Хорошая будет раздача. Ну ладно, 3-2-7. Что мы с тобой будем в пасе, это точно хорошее. Для нас спокойно. Интересная линия розыгрыша. Чаще непрофессионные игроки так разыграют тузов и королей. Единственное, конечно, как мы всегда отмечаем, размер. Рейза должен быть больше. Нет карста, нет пульса. На 3-400 не предлагают. Нет, на самом деле. Рейза не сильно переживает сейчас. Он такой, 3000. Я бы тоже с тузовом сильно переживал. Мы во студии эти 3000. Это засада эта штука. Это да. Общественно скажем. Я кол. Кол. Вера. 3-400. Все уже поставили по полторы тысячи, но вроде бы надо доставить теперь еще 1900 каждому. Это сколько минут? Пульсик начинает подрастать. Для Эльвиры шансы банка получаются вообще золотыми. 2000 за банк 13. Это не так дорого по нынешнему курсу. 16% эквити надо. Волнительно. Да все, господи. Представляю сейчас сегодня. Но Эльвира очень вдумчиво относится. И, конечно, Элим Пререйс от Анжелики действительно. Покажи карту. Не очень. По нраву. Спасибо. Но надо было уже доставлять. Дисциплина это очень... Хотя про четверых на 5-3 одномасты не так легко собрать нацию. Свою комбинацию. Зато если ТУЗ 2-4 флопа, а у нашего соперника 2 ТУЗа... Да. Чек. Чек. Я помню свои карты. Кто с ТУЗом? Ну, на всякий случай. На всякий случай. Рави, кого ты обманываешь. Мы видим пульс. У тебя ничего нет. По крайней мере, это не ТУЗ. Чек. Болтала. Ладно, ладно, ладно. Чек, чек. Все с высокими зашли. Что все скромно. Это же все с высокими, с королями. С дамами походу. Опа, 115. А вот тут что-то. Чек. И вот он. Опа. О, вот это уже заявка нам по деду. Ну, действительно, рука Анжелики здесь достаточно фейсап, как Эльвира и определила. Дамы или короли, в данном случае десятки. Дамы или четверку, да? Эстэ пошел блефовать. Шестерка ты собрала. Поверит ли Анжелика? Да. С Александром они хорошо знакомы. Посмотрим. О. Видимо, не верят. Но это вряд ли относится к обычной жизни. Предъявляем. С таким. О. Ой. О. Хорошо. Оф. У тебя получается ничего не было. Чип-лидер так, да? Так всегда получается. Классно. Вот это раздача. Чуть-чуть не хватило мозгов, чтобы посадить. Ну, в целом, здесь все сыграли неплохо. И изолирующий рейс от Равиля. И король валет мастевые. В такой большой глубине мы выбрасывать не будем. Потом, когда Анжелика еще раз повысила ставки, как мы уже отметили, это было сделано не самым большим размером. И по шансам было и валет 10 завести в масть, и король валет трифовые. Ну, и на Ривере блефануть почему бы нет. Рад, что покрупнее. Чуть-чуть. Пить как-то, чтобы... Да нет, я думаю, обычный. Да можно. Когда люди помогают в принятии решения. Да, это удобно. А кто поставил? Михаил? Профессионал, да? Нет, тиктокер. Могу станцевать или спеть. Сами с усами, да? Вот что, не предупредили мне, что нельзя угрожать? Так, начинается. Что-то как-то все не по плану. Я не про его размера, изолирующего Рейза, а про угрозу творчеству. Я вот ровно на раздачу отстаю. Да, Король Валет на этом флопе смотрелись бы неплохо, но трифовые заставили бы нас вырезать этот кусок, чтобы не показывать момент, что у нас 104 карты в колоде. Я записываю всякие джингли рекламные. Основная, то есть в танце? Да. Серьезно? Да. Профессиональный игрок он, я за ним слежу иногда. В тиктоке. Игрок в танце? В стриме. В основном в Амаху, да. В Амаху? В Амаху, это четырех карточек. Ладно, все, со мной легко. Я тут не знаю, что Дэн Петров из корней. Мы играли в покер, Анжелика, и Дэн Петров говорит, так я из группы корня, ты что, не знал? Он из Челси оказалось. Я такой, оказался из Принкона. Я говорю, ой, извини, я не знал, говорит, там все дела. Оказалось, он из Челси. Это я, кстати, все время троллю Дэна, что слушаю очередную его песню. Да. С днем рождения Вика или еще что-то. Учусь. Просто учусь блефовать. Дэн Петров тоже недавно сюда повторно заглядывал. Тысяча. Блефует? Да. Если его не блефовать, то как? Я думаю. Надо точно убедиться. Не могу. Правильно ли я все делаю? Человеку в конце доезжает, понимаешь? Я такой, пум-пум. Даже знаю, что помню, все, по три раза смотрю. Кошло. Так, ну вроде СТ выиграет этот банк наконец. А то, что его все обижают после первой дележки с Анжеликой. Тысяча. Пас. А этому я научился у Михаила. Ну, пас. Что теперь? Пас. Десяточка. А так опознать. Пас. Я двести. Двести. Тристо. А, уже двести. Тристо шестьсот. Значит, мы играем 20 минут. Да. И в третий раз закидывает старик СТ Невод, чтобы достать рыбу своей мечты. Сегодня за победой, за успехом или опять получить удовольствие? Нет, за победой. Хватит получать удовольствие, пришло время побеждать. Чтобы побеждать в покере, нужно все-таки немножечко учиться, работать над игрой, может быть, заниматься с тренерами. Что-то было такое при подготовке к этой игре сегодняшней? День и ночь с предыдущего выпуска не спал, учился, читал методички, читал книги, смотрел подборки в социальных сетях. Но знаешь, как часто это бывает, можно учиться и учиться, а два туза все равно переезжает какая-нибудь ерунда. Поэтому посмотрим, на чьей стороне сегодня будет Янина раздача. Я думаю, многие зрители помнят и те подставные раздачи, после которых ты вылетал в предыдущие разы. Но с тех пор, если говорить о твоих покерных успехах, насколько везло, насколько не везло? Были ли какие-нибудь победы? Слушай, и везло, и не везло. И действительно, потому что стал чаще играть, подтянул свои навыки определенно. Но вот посмотрим, как это сегодня будет в эфире, потому что, конечно, понимаю, что мои первые тут шаги были, ну, скажем так, опрометчивые. Но не стыдные абсолютно. Не, вообще, а что стыдиться, господи? Я вас умоляю, вы там что, лучше играете, что ли, сильно? Если лучше играете, welcome to Sochi, SPF. И обязательно нужно про творческую составляющую твоей жизни поговорить. Что сейчас, над чем работаешь, какие планы? Слушай, смотри, творческая составляющая. Большой сольный концерт в Москве, стадиум, 11 ноября. Всех приглашаю, всю многомиллионную аудиторию вечернего покера. Приходите, покупайте билеты, не ждите, пока цены вырастут. По малым блайндам заходите. Вот, а новая песня «За красивые глаза» уже стоит в ротации нового радио, сейчас будет клип. Там же на новом радио стоит песня «Завтра», в хит-параде «Высшая лига» поднимается все выше и выше. «Чудесно, значит, через сорок будет перерыв». Нет, нет, мы... Что с тебя по математикам считаем? «За красивые глаза ты носишь Луи-Луи-Луи». По-моему, что, какие-то я песни в эсте слышал. А ты играешь, Лир? Ну, Александр очень творческая натура, я думаю, ни для кого из вас не секрет, кто знаком с его творчеством, причем он готов в любой проект приходить. Всегда делает с хорошим настроением, профессионал своего дела и просто очень... Все спокойненько. Классный, добрый парень. Миша вообще танцует сейчас, видимо, в тиктоке. Миша уснул. Так, я, да? Да. Ну, если Равиль смотрит стримы Минтона... Я вот когда был первый вечерний покер, я здесь... Упоминать термины. Это давние. Рейс-3000. Впервые еще выиграете. Всего 3000. Да. Рейс-3000. А, ну ты практикуешь? Все, я извиняюсь. Да. Просто этот... Ну... Я хотел доставить, да. Да, 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 я понял. Извиняюсь. Еще раз, чего вы хотели? Я хотел поставить 3600, я буду честно говорить, но... Да, за счет того, что я пока не совсем понимаю. Что это за ставка, да? Это хит. Ребята, кого-то безвудно-безвучно. Нет, у меня телефона нет. У меня в режиме. Боксинг с телефоном, да. Равиль действительно делает изорилиющий рейс. Это, видимо, мое сердце. А, все с босону, да? Я слышу голоса. Извините, два игрока. Ты тоже, да? Нет, я выкинул. Два, да? Ну, да. А, и вы, да? Пока. Да, пока. Ну, смотри, пока что он сколько газовал, не доехал. Он газовал вообще? Он всегда газует. А, он всегда газует? Ну, да, потому что хорошее постоянно, ну, я ни во что не попадаю, а все колят, как бы. Болтаю. Саша, потом смотрим повтор, а у него там 2-7. Хороший. Все может быть, кстати. Ладно, все, играем уже. Правда. Тут пока не помню, ничего хорошее. Смотрим сейчас. 9 тысяч львовца. Думаю, что бобей на флоппе не будет. Смотрите, одна всего. Хотел пошутить, что ядно способна, даже когда их всего 8 в колоде осталось, достать из них 2, как минимум. Ну что, никто не попал. Равиль в том числе, как отмечал. Отмечал. 6500. Подождите, подождите. Это на мемах. Дождите, пожалуйста. Я извиняюсь. Пум-пум-пум. Две дамы, это как у человека. Оказайтесь. Скорее, перерыв уже тяжелый. Хочется танцевать? Наверное. Я уже 20 минут не снимал тикток. 6500. 6500. Что у тебя было? У меня? У меня. Буквально так все. 7-2. Не, так не играем так офицерски, нет? Ты, конечно, сам себя выдал раньше времени. Да не говорите. Но убедительная ставка продолжения забрал банк Равиль. Такая тактика у него. Ну да. Такой, типа, такой блем. Такой, типа, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я, если честно, волнуюсь безумно. Ты все время атакуешь, малыш, а это все ждет. Опять тысяч горит все. Я, честно, никогда, ну, помимо там дружеских каких-то встреч, никогда не играл за таким красивым столом. Ой, еще. Обещал. А, может, перез... Ну, кстати, да. Это моя карта была, да? Две карты. Мишка, хорошо. Это вот была моя восьмерка, да? Да, да, да. Тебе еще две наехало. Прикинь. Два шестого. Ну что, интересно, вторая восьмерочка была бы? Классно. Вот, кстати, вот эта восьмерочка сейчас прям, муа, как бы зашла. А как ее? 600 у нас, да? Да. 1200. 1200. 1200, пас. У нас там пикоя восьмерка, да, то 10-8 пикоя чуть лучше, 10-9 разные. Так. Тик-ток против Япи. Вперед за Эсте. Следите за вот этой... За баттмой. Чай. 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 Правильно? Всегда правильно, да. Ничего нету. Чай. Чай. Интуиция. Еще 1200. Наверное. Еще пол. Пол. Что ты за человек? Так, отложка от Эсте. А надо ли? Чек. Чек. Две пятьсот. Ай-яй-яй-яй. Ну, кстати, хорошо разыграл Саша на флопе про чек, если я не ошибаюсь. Вторую пару. Тернер-ривер. Блефует. Ну ты очень спокойно, выкину. А, ну хотя бы... В смысле, 102? Ну по твоей мерке, нет, 90 минут, по твоей мерке, в этот спишь вообще. 140 минут. Ну, все было верно. Спасибо. Так, ладно. С пульсом обманывать научился. Теперь осталось с картами. Вспомнить, как собирать комбинации. Да, у нас Долгий СТ был лидером по скорости вылета из передачи, когда он собрал стрит. Но Виктор Малиновский был обладателем стрита старше, а там еще с эту Ирина Салтыкова оказался. 600. Но не так давно его рекорд по скорости вылета был побит. Судьбинушка. Чек. Чек. Что? Я смотрю, 600, думаю, ну ладно. Уже как бы неплохо. Ух ты, какая красота. Сразу, да? Да, да. Сразу. Тем более, когда... Чек. 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 Еще 1200. Так, кстати, СТ, насколько я помню, почти никаких королей до флопа не выбрасывает. Вот, видимо, и король 9 разномастная в раздаче. Ты быстро учишься. Спасибо. Так, смотри, видишь пульс? Настолько все хорошо, что... Но увеличивается стэк, уменьшается пульс. Да, кстати, это... Как и с деньгами. В жизни тоже успокаиваешься. Ну нормально. Тристос, шестьсот. Полчаса позади, наверное, определенные выводы можно делать. Игра достаточно спокойная. Минтон старается изолировать, кроме первой раздачи. А все неплохие руки, имеющие потенциал, стремясь оставаться один на один. Дмитрий играет спокойно, аккуратно, больше по карте. СТ обладатель довольно стандарта для себя одного из самых высокого процента разыгрываемых рук. Но довольно аккуратно действует, хотя видели мы и блеф против Анжелики Варум. Анжелика, две пары сейчас против Минтона. Без меня, без меня. Тебе, любимый мой. Равиль и Эльвира стараются действовать тайтво-агрессивно. Без меня, без меня. Ну а чего это? Ну дорого. Ну ладно, дорого. Три. Дорого. У меня, честно, и на шестернике было это так. А? Поддержали? Да. Да. Шестерка или девятка натер, не была бы интересной картой. Так. Или что? Шестерка. Михаил сейчас потеряю. Да мне кажется, это не совсем правда. Потому что очень заново он. Ну так, да. Но спасибо браслету, что меня не выдает. А, ты, наверное, подложил какую-то тряпочку. Фишки из тиктока всякие. Или успокоительное принял. Михаил. Вы не будете рейзить? Чтобы украсть этот замечательный большой... Мне нравится, начинается это. Банк. Две пицца. Две пицца. Шикарно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стандартная схема любого регуляра. Ветра, двери пропасти. Ооо. Мы же не играем френдли покер. А вот это вот, а вот это опасно. Вот это Миша уже не... Нервничает. Это Миша, когда... Вообще не опасно. Кольми разошла, пульс Михаила пошел вверх. Это мне надо 1900 доставить. Видимо, что Анжелика старается все руки разыгрывать, но, видите, дисциплинированно получив рейс, все-таки разномастный отправляет в пас. Равиль уважает. Тоже опция. Стримера, которого смотрят. Настроя. Но с двоечками здесь неплохой был потенциал зайти за сетом. Ах ты как, какая же. Чек. Подождем нашего рейзера. Это называется изолейт, хороший изолейт. Так. Сейчас все. Тысячу. Тысяча. Когда понял, что тут лежит, да? Не твое совсем. Ну, мое. Ну, опять 2 500. Рейс 2 500. Я уйду. Раз. Полторы, да? Да. Это будет великая битва. Хороший рейс от Миши, потому что ставка Эльвира не похожа на большую силу. Доска дровяная. У нас есть потенциал на стрит. Мне кажется, 4. Неплохой. Сейчас у нас еще флэш-дроп поехала. По глубине стекан. Мы добираем с девятки младше. Если там иногда кажется девятка старше, мы можем собрать стрит и флэш. То есть, рейвер мы будем чекать, если не усилимся. А пока что мы добираем с девятки, с восьмерки, с рук типа там 10-8, 10-7. С девятки младше. Чек. Чек, открывайте-ка. Девятки. А, у меня постарь с девяткой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага. Мне кажется, это сейчас был самый крупный банк у нас. Заебись. Когда я зашла, самый крупный банк. Так это же, подожди, там вообще синенький, желтенький. Конечно, это пока какие-то 3600, через 2 часа будет вспоминать. Тут все так растет. Ну, хоть ты чекнулся в конце. Да, восьмерочка напугала меня немного. Ну да, это правильно. Буба поехала еще. Третья Буба. А если бы она газонула на восьмерке? Я бы очень... Там бы вы соточку увидели точно. Я начал думать, что делать. Думаю, ну, поставить, подумаю. Пока не буду верничать. Но было бы неприятно, понятно. Ну да, тут уже... Да, восьмерка у Эльвиры тоже в диапазоне есть. Как мы говорили, 10-8, валет 8. Ну, полторы, видимо. Рейс 1500. О, это будет знатная битва. Пас. 1500. О! Эльвира могла бы призвать к ответу здесь ререйдзом. Но в целом в мультипоте, то есть в банке, где нескольких человек участвуют. Мастевые туздамы тоже неплохо себя играют. Ох, какая красота. Над свой флэш-дроу у Эльвиры и две пары у Дмитрия. Между ними-то и развернется борьба. Так. Как мне поставить 2000? А, вот, кстати, вот так, 2000. Две. Как мне выкинуть? Ну, прям вот так вот. Получилось. Ком. Ком. Нужно напугать. Как мне поставить 25? Да, здесь небольшая ставка, там, треть банка, но у Эльвиры может валет старший оказаться. Может быть четверка, может быть, конечно, флэш-дро. Надо возвращать. Пульс. А, нет, пошел. Ну, там битва. Дмитрий в позиции. Ой, Лига, сколько ты мой репорт подъешь по зелененькому. Наконец выиграет Эльвира. Но она явно относится к этой игре куда серьезнее всех. Здесь, мне кажется, надо сдаваться. Ставили немножко, немножко, и по выходу пики почти банк. И делись откроваться, что хочешь. Круто. Это мой десятый флэш. А как твои валеты? Ну, вот это. Да. Я, честно признаюсь, прослушал, что сказал Эльвира. Надеюсь, вы слышали. Конечно. Ну, опять, по линии розыгрыша, что мы бьем. Валет 9. Вряд ли они так много поставят, если ставили немножко-немножко по закрытию. Правда, хороший пас. У-у-у. Круто. А ты думала, что у нее может быть два валета? И что? И фулл хаус, да. А, нет, не думала. Я же говорю, год играет. Вот и хорошо. У меня, к сожалению, не было валет. Это мы заметили. Нет, по глубине стыка, в принципе. Очень классная ставка. Ой, ну, просто повезло. По факту. А, да. Я. Эльвира наиболее серьезно относится к игре из всех знаменитостей, потому что в гримерке перед началом допытывала у меня, как играет этот, как этот, в кого блефовать, в кого нет. Настолько велика ответственность перед самой собой. Ну, да, я серьезно отношусь все время, когда играю. Хотя все время хочу расслабиться, но каждый раз отношусь серьезно. Поэтому люди правильно заметили в комментариях, что я душнила, когда играю. Но я реально из-за того, что просто очень серьезно и очень переживаю. Очень не хочу быть лохом. Очень боюсь этого, видимо. И, ну, вот. Ну, надеюсь, что не вылечу первой. Ну, ничего страшного. Все сильное, поэтому нормально. Ну, давай так. Спала хорошо, позавтракала с аппетитом? Спала пять часов максимум. Позавтракала, не завтракала. Вот. Поэтому, надеюсь, это поможет. Ну, какой-то план на игру есть уже? Может быть, когда, вот, в следующий раз пригласили? Так, надо обязательно с тренером, надо книжку прочитать, видео посмотреть. Какой-то... Что ты еще раз спросила? Как это? Я говорю, это тренировки, да, стратегии. Ну, стратегия продолжать уметь пасовать. Меня в прошлый раз вроде за это похвалили. Ну, и не быть, правда, душнилой. Ну, то есть не расстраиваться. Если что-то не получается, не расстраиваться, не беситься. Вот. Мы от всей души желаем вам удачи. Да, спасибо, спасибо. Вот так же не можешь раздать. Са 30, са 300 по-прежнему. Да, са 300. Са 300. Ну, с почином. Дальше должно полегче быть. Кто у нас еще не выигрывал раздачу? Все выиграли? Пас. Пас. Я карту еще не посмотрел. Ну, давайте по кругу, да, слева направо. Дмитрий у нас собирал флэш, навалят три бубновые. И оставил раздачу за собой. Рейс, 1200. СТ я поделил один банк с 9,5, собрав стрит с Анжеликой Варум. И свой. 1200. Ты умираешь. Да, надо идти. И потом выиграл раздачу у Михона Эльвира, только что собрала флэш. Анжелика у нас тоже у Минтона раздачу выигрывала. С двумя парами против одной. Холл Коза. Равель с Тузом Королем ставкой продолжения забрал на доске. Дама Хай. Ну, а Михон там уже ряд банков. Свой актив занес. Ваше слово. И видите, как мы отмечали, Александр действительно никакого короля до флопа не выбрасывает. Причем, по-моему, какой он Туза выбросить может. А вот король, неважно с чем, мастевой, разномастный, даже с передним рейс, отправляется в колл. Да, скоро. Извините. Не скоро. 1200. 1200 кофты. Не-не-не, просто спрашиваю. Так, чисто. Интересно. Король это все. Для СТ, видимо, мучился. Думал, ладно, еще король червовый. Но у нас-то восьмерка червовая. Опа. Красиво. Равиль играет в чек-рейс. Защищает свою среднюю руку и имея еще десятку червовую. Зачем терять 4000? И с точно такой же рукой сдался моментально Дмитрий. Нет, дисциплина должна была быть на 1200. Даже их не стоило. Я только могу показать. Годится. По-моему, червовую десятку показал. Ну, такая тоже была. Равиль. Здорово. На другой мастере. Да. Мы были очень близки. У нас вопрос. У нас две десятки одной мастерки. Как быть? Кто выиграл? Была такая одна история много лет назад. На турнире К2 бубновые восьмерки в колоде оказались. Две пятьсот. Ого. Райз-две пятьсот. На флопе их дилер открыла. Ну, а просто не всегда новые колоды распечатываются. Но, видимо, не только у меня. Пас. В турнирах не за телевизионным столом, конечно, там отдельные карты, а вот когда большое количество участников и часто там рядом кладутся колоды, они должны, конечно, проверяться персоналом. Но вот может и такое случиться, что по ошибке две. Нервничаю. Карты из разных колод замешают в одну. Ставка. Да не очень. Блин, я нервничаю, правда. Он просто, я понял. У меня пока от сердца доходит до руки. Вот, вот, вот пошло. Каперло, да. Это вот я ставку повышал. Это я блефую сейчас. Да, задержка. Ну, здесь интересная раздача получится, потому что, смотрите, у Саши покажут комбинации туз-хай, у Анжелики старшая пара, но фаворит именно из Т, потому что у него нац, флэш-дрой, гадшот на пятерку. И туз-аут. Смотри, что делает, а. Какой моментальный колод. Анжелика Рейс-позиция играет. Моментальный колод от Саши. Дальше не переставляет. Две пару у Анжелики. Теперь шансы, конечно, степа ниже. Нужна пятерка или флэш. Туз уже не годится. Да что за жизнь такая. Дай. Я провинился как-то? Если что, так отдам. Офигеть. Жарко стало. А теперь что? Дружок. А теперь чек. Ладно, чек немножко. Туз-хай. Ох. Ты оценил жест. Это великое. Ну я бы скинул же. Скинул? Конечно. Там все годилось. Там просто было все хорошо. Да. Все, я считаю, я искупил свою вину. Подожди, а подарок? Подарок ждет. Да, подарок здесь. Значит, записываем. Против Анжелики не грозовать. Анжелика, кстати, ходит по картам всегда, мне кажется. Ваше слово. Ну, что? Мое? Что есть? Я расстроен. Это женщина. Я тоже. Я все правильно сделала? Женщина все-таки более консервативная. Меньше бесконечно. Ну, не все, я знаю женщин, которые безбашенные. 1200. 1200. Раиса, ваше слово. Сейчас, если Анжелика ререзь, я просто сразу. Ну, Анжелика сыграла чек на ривре, конечно, именно потому, что это был дружеский жест, как она отметила. У нас засланный казачок. Сколько там у вас студия оклада-то? 6000. Хорошо, они знакомы, как мы отмечали, и это вовсе было не потому, что Анжелика вдруг испугалась, что там король 10. Но и Стэбл вправ, что он бы тут все равно не платил. Так, два короля. Значит, надо уходить. Ну, нет. Посмотрим. Не, ну интересно же. Это Пападос. Пападос. Зачем? Зачем? Curious. Ей все сердца. Оп. Чужие зеркала чек. Чек. Зачем все это? Зачем? Радостную карту. У Равиля моментально. Ребята, это мы видим. Повысил за пульс. Сейчас, дайте подумать, человеку... Ну, в целом, не самая страшная доска для двух королей, плюс у нас бубновый. 12. 12. Прекрасная ставка. И... Там можешь, конечно, найти сет четверок. Да, по-моему, самый большой. Да, мы 9 одномастные. Нет, надо 10 добывать. Ну, крупная ставка продолжения, и банк за Равилем. Уже? Да. Равиль, мы уже привыкли, что представители казахстанской диаспоры покоряют российскую эстраду, юмористические помостки. Каковы казахстанские покерные игроки? Ну, я, если честно, даже не знаю, каковы. Ну, я думаю, что и в покере, я думаю, есть свои интересные игроки. Я просто не настолько прям, ну, как бы, знаю в этой сфере, какие есть, ну, игроки. Мы еще не знаем, какой вы игрок. Поделитесь с нами, насколько вы оцените свой уровень мастерства покерного? Ну, я достаточно скромный игрок. Играю исключительно для удовольствия. Ну, уже сколько получается? Пять лет. С 18-го года играю. Вот. Только для удовольствия. Никаких там... Не собираюсь рвать там лимитов. Того сего. Просто, когда есть свободное время, могу поиграть. А стиль игры свой как бы охарактеризовали? Осторожный, агрессивный, напористый, бесстрашный? По настроению всегда, вы знаете. В зависимости от того, какие оппоненты. Как бы, когда уже начинаешь это... Ну, вначале всегда тайтовый, как бы, такой спокойный стиль. Потом, когда уже начинаешь более, ну, узнаешь игроков, можно как-то, может быть, где-то блефануть там где-то. Ну, в общем, такой разноплановый стиль, скажем так. Ну, терминологии владеете, тайтовый, блефануть. А знаете ли, какая рука в Казахстане считается казахским нацом? Каза? Король-3. Король-3. Если вам придет, что вы будете с этим делать? Сразу Аллын? Думаю, что да. По-любому. И она беспроигрышная будет. Думаю, 99%, наверное, в моем случае. Король-3. Даже я разыгрывал под бурный аплодисмент и показывал. Не помню, только было это в Копчега или Боровом, но... И какой вопрос? Хорошие были времена. И в Казахстане действительно много сильных игроков в покер. Ну-ка, тик-токер, давайте. Самый сильный это Анатолий Цой, как мы с вами знаем. Но есть Вячеслав Бондарцев, Даник студент, Светлана. Из головы вылетело им еще одного... Сильного игрока из Казахстана, который постоянно показывает, ну, играет самые дорогие турниры и кэш-игры на международной арене. Ну, посмотрим с Равилем. У меня блайн. Уже блайн, да, вот. Как сделать 4, чтобы по факту было 5. Ну все, бросаем игру, ребят. У меня, кстати, первый ник на Джи-Джи был до того, как Real Name мне сделали. Энджакси. Не знаю, правильно я произношу или нет, но по-казахски я хотел написать самый красивый, самый лучший. Ну, а пока у Дмитрия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, шутки в сторону. Я хотел сказать, что у Дмитрия самая красивая рука. Нет, самая красивая у СТ. Нет, продержаться я имею в виду в игре. Рубли. Не вылетелись. 12 тысяч? Ну, не, ну да. 12 тысяч. Все-таки стоят. 12 тысяч? Ну, это вот, да. С кем ты работаешь? Я работаю инженером. 12 тысяч. Мишек. 12. Я кол. Интересно, что бы делал Дмитрий, если бы СТ переставил дальше. Как ты себе это представляешь? 12. Как говорится, деньги спасли. Мы говорили, что СТ никакого короля не выбрасывает. Но тут у него один король с другим королем. Пока что, видимо, у Димы, а может, 4 бета. Такое никто не выбрасывает. Ну, разве что Хуан Парда только. Это пара высокая, мне кажется. Можно комментировать? Конечно. Я говорю, что у него пара. Говори всем, что у меня пара. Высокая. Видишь, у меня пока что пульс высокий. А у Димы 60, знаешь, у него шляпа. Решил нас открыть. 59. Дима спокоен вообще, как удав. Как рыба. Анжелика молодец, проявляет дисциплину. Туз 8 мастевые выбрасывает. Не все способны такую красивую. Так. Ну, два туза в пассе, поэтому сложно было предположить доску с тузом. Хотя, опять же, Яна способна на все. 10 хай. Дмитрий будет делать ставку продолжения. Ну, высокая пара. Как я и говорила, высокая пара. 27 тысяч в банке, эффективный стек 60. Рассматриваю, как я. Я просто сижу и нервничаю. Ну, ты не нервничай. Тебя поднимается. 6 тысяч. 6 тысяч. Да? 6 тысяч. А что 6? Ну, потому что тут, может быть, и флэш. Мы же решили 12 ставить. Давай 12 ставить. 12. Неприятная ситуация для Дмитрия. Он тоже непрофессионный игрок. Он бизнесмен. Ну, в данном случае, да. Выигравший отбор в интернете. Смотри, все, синяя. Ну, мы здесь играем просто колл. В банке 46. Доставить 6. Я даже не смотрю карты. Я помню. Ты знаешь. Но на нас было лимб. Рейс. Мы поставили 3 бет с двумя дамами. Получили колл с королями. В смысле, мы не знаем, что там короли. Но там должно быть что-то неплохое. О-о-о. Небольшая ставка. Плоский рейс от СТ. Чек. Ну, вряд ли у кого-то девятка. Ну, что за человек. Ну, чек, хорошо. В банке 51. У СТ 48. Чек-чек на терне. Так, Ривер. А у него вальты. Чек. Вальтов нет. Не хочу, чтобы кто-то уходил из нас двоих. Да? Ну, давай тогда уйдешь еще с 12 моими. С 12. Нормальная речь. Как-то не на рояль прям. Бессовестный человек. Бессовестный. Человек-чек. Бессовестный. Да, ну 12 тысяч здесь две дамы, я думаю, не выбросить. Вдруг там туз валет окажется. Хотя туз валет вряд ли бы истин на флопе рейзил. Вот сейчас не надо. Что за провокация? Вот сейчас не надо. Вот сейчас не надо вот на это давить. Я покажу. Надеюсь, что высокая пара. Так, а сколько там? 12. Ой, скажем так. Показать карту, да? Басс! Надеюсь, это поможет. Какая у тебя лучше? Ну, выбирай. Вон та. Нет, сейчас левая смотреть пульс, правая смотреть пульс. А он не помнит, какая у него карта. Давайте вот эта. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну что, используя, покажи карточку. Мы догадываемся, что там будет король. Ни о чем вообще, ни разу. Нет, это очень хорошее, что-то, между прочим. Можно придумать очень хорошее, на самом деле. Ну да, смотрю, какая вторая. Ореховая. Ну если девять с королем, то девять, да, конечно. Нет, ну девять с королем откуда? Там еще и девятка бубновая на флопе. Король девять разномастное с Тебой не зашел. То есть есть о любви к королях. Королю даме проигрываем, там королям проигрываем. Вроде там тус-король. Тус-король? Что? Сказала, что у него обоих пара на родине. Ого. Хороший. Домой. Ты его туда. Ты его туда не скинешь. Да, ты куда? От танка мне выйдет. Кулер? Да. Красиво. Ты понял, что у меня ни дама, ни стрит, да? Ну вот опять вот это, как Рома и сказал, покажи карту, она не помогает. Там сразу просто... Нет. Делают неправильно все равно. Почему? Он мог подумать, что у меня стрит. Сложно раздать. Нет, там стрит. Да, мой подарок уходит Яни за раздать. Девять. Там десятки, помню, было бы король. Десятка была. Была там раздать? Четыре. Там была десятка, да. Да, то есть король тут мог показать, как и пару. Ну, он стрит, да. Ну, когда ты грозановый, я подумал, что у тебя валет. Пара валетов, точнее. Александр, четыре. Сейчас, я подожди, порадую чуть-чуть. Ну, мы обыгрывали туда короля и обыгрывали король валет. Был новый, например, если их СТ завел до флопа. Спасибо. Царское раздочие. Пропущу. Мне надо пережить. Мне тоже надо пережить. Да, да. Ваш слой. Я доставлю до восьмистан. Теперь можешь себе позволить. Согласен. Ну да, блин. Он наш с тобой. Сморство. Да, тут бы... Еще хуже. Я думаю, тут бы поехали точно. Тут бы мы сейчас вообще загасились. Ну, я чек. Чек. Честный чек от СТ. Восемьсот. И Эльвира защищает свою пару. Путин, у тебя просто эфирное время, но... Не в этот раз. Не, не, не. Передать подписчикам. Вот. Да. Большой восемьсот. Ну, интересная раздача. А то у нас все было тихо и мирно довольно. При этом некоторые попытки блефа мы наблюдали. Хорошие агрессивные розыгрыши отравили. Хоть он и в доски не очень попадал. Такая, да, повисла какая-то тишина. Все сосредоточились. Приуныли. Сутки кончились. А что? Ой. Вот это я скину. Скинешь? Тогда две тысячи. У меня офицерский покер. Пацан сказал, пацан скинул. Тут у меня и пошло. Да, да, да. Тут у меня карта и пошла. И у меня два офицера как раз. Два офицера на все случаи жизни. Не, 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 не. Сейчас. Иди. Девятки сегодня, да? Угу. Так и липну. Идамы-то уже ничего. Неплохой флоп для Минтона. Двусторонка. Плюс у него позиции на соперников. 800. 800. Ну, Эльвира хочет за недорого увидеть терн. Я думаю, Миша сыграет рейс такой ставки. 3 500. Рейс 3 500. Потому что вдруг Эльвира так девяточку ставит и выбросит на наш рейс. Мы будем довольны, если ее выбиваем. Даму, конечно, мы не выбьем. Если там флэш-дромы... Что сделать? Я его 700 поставила. Его не выбьем, но против него играем с инициативой. Но смотрите, и гадшот не бросает Эльвира. Так, бубна у Михаила есть. Он проверил. Чек. 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 Он понимает, что здесь девятку не выбросит. Флэш-дромы, если было у Эльвира, оно закрылось. Мы лучше возьмем бесплатный ривер. Чудесная доска. И нацовый стрит собирает Михаил. Да и вариантов как бы... 3000. 3000. Неплохой, кстати, блеф от Эльвиры. Уже в попытке выбить у Миши руку, типа, там... Какие-нибудь Туз-9, Король-9. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Валет-9. Самое время, да, станцевать? Ну, какие-то он мог 9х протектить. Но Минтон собрал стрит. И не боится флэша. Ну, подождите, как? Да? Серьезно? Как это ты так? А если бы кол? Тогда бы пришлось скрываться. Вот так они нас, начинающих, и ловят. Не, а у меня ничего не было. Как и у вас. Я просто не стал. А кто, у него на 20 тысяч ничего не было? Ну, так он против меня, потому что он знал, что я не кольну. Вот и все. Не думаю, что он так рисковал бы эфиром. Кажется, он просто понимал, что я не кольну, и все. 800? 1600. Не, он как раз надеялся, что он кинет две пары, окажется. Или дама заплатит. Вот так вот. Ты ушел? Так что колы Михаил хотел. Добирал просто сверхжадно. И я пойду, пожалуй, сейчас. Но в данном случае размер его рейз занимал никакого значения. С король хай, понятно, Эльвира не платила бы никакую ставку. О, флэш славой флэш. Три цфлопа. А что еще важнее, не просто ицфлопа, но у нашего оппонента, профессионального игрока, две пары. Как бы вроде бы и вот, а... А нет. А может быть и нет? А может быть и да. Это что еще за... За новости. За... Синьки. Что, напугало? Да. Да, блин. Тогда пять. Берите. Ладно. Там пульс. Пульс на 20. Ну, под бет. На под бет просто колы играем с 9-8. Дисциплина. Мне не нравится. И ст молодец. Ну, то есть там ставка банка кол, но далеко не всегда любитель выбрасывает, а руки с королем сты не бросает. Как я прям соскочил. Что же происходит? Машина разгоняется, я смотрю. Ну, опять же, Миша не знает, может там дам валет, король валет какие-то. О, хорошая карта для Минтона. Как бы у меня пара пятерок. По ней можно отскочить. Ну, вот она. Как все испортилось. На тебе три пары. Да, блин. А они мне не нужны совершенно. Здесь как раз небольшую ставку делает Анжелика. 25% банка. До этого банк. 80% и вдруг маленькая. Ну, что мы бьем? Мы теперь валета не бьем. За что? Я ничего плохого не сделал. 20-ку кидал, кидал. Вот тебе. Можно, конечно, посмотреть карту, но рано. Рано. Да, посмотреть карту, увидеть десятку. За 10 тысяч. Тогда может король 10 казаться, тут 10. Это что за новое право? Да это за кому-то. Я плачу, и мы скрываемся. И это как? Ну, он просто поддерживает вашу ставку. А, а. Да, да, вы думали за... Я думала еще одна и одна. Не, он такой. Такой, покажите, пожалуйста. Я не заплатить. Нет, под столом. Можно двигать. Ну, смотри, судя по пульсу, тебе уже недолго осталось. Что-то... Вот так не прошла пятерка. А сцеп какой банк уже? Да, вот я из-за этого думаю. Ну, ладно, я телефонишек. Ну, да, лучше быть обыгранным, чем об банке. О, я такую никогда не бил. Ни на флопе, ни на черный. Мне уж тем более на лидере. Так приятно было видеть вас счастливой, когда вам раздали стрит с флопа. Что вы испытывали в этот момент? Восхищение. Восхищение по отношению к дилеру. Вы понимали, кто вам платит в этот момент? Ну, конечно. А не было желания поставить побольше? Или жадность это не про вас? Нет, жадность не про меня. Хочется, чтобы у нас такая компания замечательная. Хочется, чтобы все подольше задержались. Вы, на самом деле, самый такой воспитанный, интеллигентный игрок за столом. Вы блефовать умеете? Нет, пока не начинаю проигрывать. Блефовать не люблю. Блефую, когда уже прижимает ситуация, только в этом случае. Только никому не рассказывайте. Я могила. А насколько велик ваш спортивный интерес здесь? Насколько хочется именно выиграть? Ну, я азартный парамоша, конечно. Хочется, конечно, выиграть. Против Анжелики не газовать. У меня было восхищение. Рома, ты видишь, что происходит? Две пары, да? Да. Хорошие. Но? 400. Да. Стрит там, конечно. Да. Получается, артисты сегодня могут обыграть диктокеров? Тиктокер. Кого? Нет, это вряд ли. Тиктокер. Анжелика, хорошо. Блин, так ты не поешь в корне? Я в Челси. Это в корне меня и дело. Да, ты очень много и отдал. А я теряю корни. Это ж тоже корни. А Челси пели «Самая моя моя, самая любимая». Ну, это вот наш Дэн Петров. И что-то там про невесту, девочку из соседнего подъезда. Росли мы на этих группах. Ну, а что выросло, то выросло. Что ж такое-то? Как с этим быть? Подожди. Ну, как? Да я жду, жду. Потом 2-4, ставый кол. Чек. Хорошая посуда, боже мой. Не самый приятный флоп для ИСТ. Как чек? Ну, вот так чек. Человек, чек. Ну, нет же. Да почему? Так, нет. Ну, как? Ну, если у вас, например, ну, нет, не валет, а не десятки. Почему бы не сделать чек? Ну, ладно, чек. А вот, нет у вас не валет, а не десятки. Ох. А сейчас? Ну, сейчас мы-то чека. Мы чека, а вы как? Мы чек. И что, никто не пуганет? Буквально никто. Чек. Чек. Можно было Аджелике попробовать, у него все-таки король, двусторонка. Чек. Чек. Аджелик, давайте вы что-то сделаете, пожалуйста. Не надо, достаточно посмотреть, чего-то туза, и все. И разойтись мером, чек. Да, есть туз. Ой, ой, ой. Ух ты ж, понятно. Ах, вот она где была-то, эта моя шестерка. Надо показывать. Нет, если не претендуете на банк, то нет. Пара. Ну, это уже красиво же. Абсолютно. Хороший. Да. Сейчас я плохо сыграл. Но там столько вариантов было. Да. Оборот. Мне просто повезло, что другие чекаются. С такой, как бы, несколько пары, но окей. Да не, но здесь СТ ничего особенного сделать не мог. Превращает шестерки в блеф, натер, не говоря, что у нас были туз-король. Наверное, в этом составе нет необходимости. Да. Сколько ты обыграл людей? Когда суда пропал? Да. Двести человек. Двести. Ну, двести один. Капец. То есть мы двести два, двести три. Ладно, разобрал нас. Рассчитай. У нас по именам не запоминает их. Двести два, двести три. Как в игре в кальмары? Это надо скидывать, конечно. Поэтому рассветим. Восемьсот. Кстати, СТ, по-моему, нравится сериал «Игра в кальмары». Поэтому я ком. Я пас. Пас. У меня есть тетрадочка, я туда записываю. Двести первого, двести второй. А они потом исчезают из Москвы? Нет. Нет. Рейс. Рейс 1600. Должна быть, знаешь, фишка с этими засечками. С засечками. Ваши слова. Рас. Изолирует Анжелика своего товарища СТ, у которого обычно выигрывает раздача. Ну, такого предложения. Мне не весело. Как отказаться от такого предложения. Анжелика повеселится. Я нет, да. Ну, вот же. Ну, кстати, мне весело, две пятьсот. Вот так. Я буду. Ну, СТ хорошее. Совпадение флэш-дро. Ну, согласна, да. Не грустно. Бубновые у тебя, бубновые. Не, у меня четверка. Ну, это достойно. Две. Ну, вместе с флопом. Две сколько? Легче. Две четверки. Пока не верит Анжелика. Думает, может, там флэш-дро. Вот уже и флэш УСТ. А теперь? А теперь пять. Ну, вот. Две буби у него. Сто процентов. Эльвира точно называет комбинацию СТ. Балет какой-нибудь. Дисциплина. Абсолютно правильная. Покажешь? Поздновато. У меня была и четверка. Правда? И флэш. Ну, все-таки флэш был. Четыре. На четвертый. Флэш на четвертый. Сейчас уже будет повышение, да? Дальше перевернут. Потом пятьсот тысяч. Постоянный раз дальше перевернут. Алиса, называй семьсот. Так, меня еще никто не звал. Всем привет. Я, Саша, восемьсот. Тысяча шестьсот повеселимся? Да, городу доедем. Ну, про ИСТ главное не вычислять, сколько будет сто пятьдесят умножить на два. Тут, я думаю, молния в два раза в одно дерево, конечно, не пойдет. Любит он рифмовать. Не уговаривает. Разные цифры. Странится страшновато. Ну, там равиль. Эки семь тысяч. Ну, что, давайте чуть-чуть повеселимся. Ну, равиль. Конечно. Чуть-чуть. Так, маленько. Двадцать тысяч. Просто, нет, я просто... Ой. Ну, какое-то не очень веселье. У нас уже стандартная схема. Наработанная. Ваш сон. Мне кажется, надо ответить разок. Надо слушать чуть-чуть. Помогает. Ваш сон, да? Нет. А кого? Так, а все пас, да? А, нет? Нет, я еще с вами. А как это? Что, ты со мной поиграть не хочешь? Вот так вот. Это растение. Нормально. Либо уважение, либо... Нормально сидеть. С ним. Ну, как бы, Миш, пока. Это моя доска, да. Я чек. Тысяч восемьсот. Я говорю, спасибо большое, я пойду. Да. Что-то тысяч восемьсот. Слишком стандартно. Френдли покер у нас сегодня, конечно, не получится. Спасибо. Так, ну, вроде Минтон играл, играл, выигрывал раздачи, рейзил, переставлял дальше, а в итоге он только на четвертом месте. Лидирует же Анжелика Варум. Мне кажется, они пошли вместе. Что было дальше? Об этом узнаем через неделю. Да. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой мысли приводит в порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок, и по жизни мне все покер. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть.